King's Bounty от Catauri Interactive многими любима и в своё время была одним из светочей отечественного игростроя. Красивая и яркая волшебная сказка с отличным затягивающим по самые уши геймплеем. Catauri удалось буквально из-за бытия и пепла возродить и правильно переосмыслить концепт старой игры от New World Computing. Даже сейчас та King's Bounty не слишком-то устарела. Тем, кто не пробовал, крайне рекомендуем, причём любую из частей, кроме последней. Легенда о рыцаре, принцесса в доспехах и даже Воин Севера прекрасно играются и по сей день. Лучшей из них, конечно, по праву считается именно сага о принцессе Амелии. Только, пожалуйста, не трогайте тёмную сторону. Эту часть серии делали уже софтклаб без участия Catauri и сделали плохо. Наверное, как раз из-за этой вот тёмной стороны к анонсу King's Bounty 2 в 2019 году я отнёсся с изрядной такой долей скепсиса. И сам анонс, и последующие за ним дневники разработки давали понять, что 1С делает уже совсем не ту King's Bounty, которую создали Catauri. Другой сеттинг, другая атмосфера, совсем другой подход к сюжету, вид от третьего лица, вариативность. Но вместе с этим всё те же пошаговые бои и развитие персонажа по канонам первой части. Несмотря на скепсис, игру я ждал с надеждой на то, что у 1С всё же получится вернуть нам King's Bounty. И вот она вышла, её я прошёл ещё осенью 2021 года, застал игру как на релизе, так и после патчей. Словом, есть что рассказать. Так что всем привет, с вами Мрак, в рамках этого видео я постараюсь не столько обозреть King's Bounty 2, сколько немного сравнить её с первой частью от Catauri и выяснить, можно ли считать игру от 1С полноценным продолжением. Если кратко, нет, нельзя. А вот почему, давайте разбираться подробнее. Меня, как нарративщика, в первую очередь интересует повествование в целом и сюжет в частности. У King's Bounty 2 с этим всё должно было быть хорошо. В дневниках разработки нам не раз говорили о продуманном фантазийном сеттинге, вариативности истории, проработанных персонажах и разных возможностях при игре за разные классы. Говорили о важности выбора и влиянии этого выбора на геймплей и сюжет. Прям вот серьёзная RPG должна была получиться. Ну что ж, RPG-то получилось, и нам даже почти не соврали, всё перечисленное выше в игре есть, только сделано это очень поверхностно, халтурно и неумело. На старте игроку предлагают выбрать одного из трёх персонажей. Воин Айвор, маг Катарина и паладин Эльза. У каждого героя есть своя предыстория, свой характер, исходя из которого они будут по-разному относиться к происходящему. В диалогах каждый персонаж ведёт себя немного по-своему. Та же Катарина, за которую я проходил игру, всячески показывает циничные отношения к миру и не стесняется щеголять знатностью своего происхождения. Только вот это ни на что не влияет, ведь все диалоги линейны. Нет даже выбора реплик. Вместо этого во многих квестах нам предлагают выбрать способ решения квестовых задач, привязанный к одному из четырёх путей развития героя. Искусность, анархия, сила и порядок. Эти пути также являются ветками прокачки талантов героя и отражают мировоззрение существ в армии. К этому мы ещё вернёмся позже. Сейчас для примера возьмём одну простенькую ситуацию в стартовой локации. Големы преградили путь главной героини. Мы можем с ними сразиться, победить и пройти. Путь силы. А можем найти мага, который управляет големами, оторвать его от медитации и убрать големов с пути. Путь искусности. На это всё должен вроде как и выбор героя влиять. Вот Катарина Мак и лучше разберётся в делах магических. Работает ли это геймплейно? Не знаю. Не проверял. Видел только разную реакцию главгероев исключительно в их репликах. Идея такого вот геймплейного выбора не через реплику, а через прямое действие выглядит интересно. И при должной реализации могла бы стать обалденной фишкой игры. Живой нарратив вместо условного. Прямые геймплейные действия вместо реплик. Круто. Но увы, всё обычно сводится к выбору между парой вариантов, в котором всегда выбирается тот, который нужнее для прокачки. А всё потому, что сюжет игры очень, хотел сказать, плох, но тут лучше подойдут такие слова, как чрезмерно шаблонный, невыразительный, безидейный, даже карикатурный иногда. Сеттинг-то проработан неплохо. Такой, знаете, обычная нормальная фэнтези. В титрах в качестве консультанта по сценарию указан Александр Зорич. Вот, возможно, он, а точнее они, Зорич — это литературный псевдоним для двух писателей, если кто не знает, и отвечали за проработку Антары как мира. Но всё остальное скучнее повествования ещё поискать надо. И ладно бы оно на втором плане было, уступая место геймплею, но нет же, у нас типа серьёзная ролевая игра с сюжетом на первом плане. Он настолько клиширован, настолько лишён хоть какой-то своей идеи. Проходя King's Bounty 2, я постоянно ловил себя на мысль, что вот где-то я всё это уже видел, причём множество раз. Складывается ощущение, что сценарий писали просто на отвали, вспоминая сюжеты популярных игр и фильмов. Не верится, что команда из пяти сценаристов, а именно столько их не считали Зорича указано в титрах, написали такую банальщину, работая серьёзно. Даже с минимумом таланта и навыков можно сделать более-менее интересную историю. Чего вы там делали, ребят? Как вообще писали и собирали нарратив в игре? Блин, у нас в нашем Дискорде в текстовых ролёвках фриплей интереснее главного сюжета. Ах, нельзя так. Обидно то, что в игре хватает и хороших текстов. Всюду мы находим записочки, книжечки и вот это вот всё. Они неплохо раскрывают мир, его историю и персонажей, иногда служат контекстом-квестом. Но чтобы игроку хотелось получать дополнительные сведения о мире игры, его должно на это что-то побуждать. Именно так, например, работают книги в The Elder Scrolls и кодексы в Dragon Age Mass Effect. Там эти материалы дополняют сюжет и вовлекают в него. А тут опять же, их словно бы сделали, чтобы были. И были отдельно от повествования. Справедливости ради, я могу сказать, что некоторые, да пожалуй даже многие побочные квесты смотрятся интересными на фоне главного сюжета. Там и персонажи неплохие попадаются, и истории. Например, сюжет с разбойником по прозвищу Кистень хорошо получился. А в главном квесте более-менее интересно только расследование Магофактории. Да и то, опять же, на фоне общих проблем. А что же у нас в Kings Bounty легенда о рыцаре? А там, там в сюжетном плане всё тоже достаточно просто, незатейливо и клишировано. Только вот есть одно важное но. У Катаури был совсем иной подход к повествованию и сюжету. Они делали сказку. Добрую, наивную, красивую сказку с хорошей долей юмора. Уже со вступления, где рассказывают об истории мира, становится понятно, что повествование в легенде о рыцаре будет строиться именно как... легенда. Сказание о храбром и благородном или не очень благородном рыцаре, который волей судьбы спасёт мир от зла. Такие истории рассказывают детям или в дружеском кругу, сидя у костра. В них множество клишей, немало заимствований. Они очень просты по своей структуре, но за счёт правильной подачи они смотрятся гармонично. Сказочная история не подаётся на пафосе и серьёзных щах, но при этом не лишена смысла и порой очень глубокого, но донесённого самыми простыми, понятными всем и каждому способами. Сказка-ложь, да в ней намёк. Я бы вообще поостерёгся сравнивать подход к сюжетной составляющей в «Кингс Баунти 2» с «Легендой о рыцаре» просто потому, что над последней работали сразу три писателя. Елена Бычкова, Наталья Тручанинова и небезызвестный Алексей Пехов. Именно что работали, а не принимали какое-то там участие в роли консультантов. Из-под их пера вышел сценарий «Легенда о рыцаре», большая часть игровых текстов и квестов, сеттинг. Не удивлюсь, если они же участвовали в выстраивании нарратива как такового. Результат мы и все знаем. Прекрасная и легко читаемая сказочная история, без попыток показать её как нечто великое и серьёзное. Очень долго можно ругать «Кингс Баунти 2» за сюжетную часть, но слов уже сказано достаточно. Давайте перейдём от плохого к хорошему – к геймплею. В отличие от нарративщиков, геймдизайнеры в 1С Геймстудио своё дело знали. То, что я скажу дальше, несколько расходится с сомнением большинства. На релизе многие считали, что «Кингс Баунти 2» плохо сбалансировано по сложности и может стать попросту непроходимой, если не уделять должного внимания обновлению и прокачке боевого отряда героя. Да, это так, но почему это обязательно недостаток? Преимуществом я это тоже не назову. Это скорее одна из спорных составляющих игрового дизайна проекта. Одна из фишек игры, если хотите. И такая же точно фишка была в «Легенде о рыцаре». Более того, там, в отличие от «Кингс Баунти 2», не один регион, а несколько. Да и количественно армии на покупку у торговцев заметно меньше. Волей-неволей игрок в «Легенде о рыцаре» обязан обновлять армию, пусть и оставляя в ней однотипных существ для работы по выбранной тактике. Например, магам с подручной иметь стрелков, по большей части. Естественно, я не говорю о полной замене существ. Например, доступные с самого начала архимаги или инквизиторы часто остаются с нами очень надолго, если не насовсем. Но с открытием новых регионов, а с ними и новых торговцев, с новым ростером доступных армий, как-то логично этими новыми существами воспользоваться. Какие-то подойдут, какие-то нет, а какие-то послужат пушечным мясом для зачистки карты. В «Кингс Баунти 2» та же самая картина, только регион тут один, пусть и большой, а у торговцев существ почти всегда больше, чем нужно. Ещё одно отличие здесь – это меньшее количество отрядов в армии в цифрах. Думаю, что на уменьшение численности отрядов пошли намеренно. Ради отображения этих самых отрядов визуально на поле боя. Красиво, наглядно и соответствует идее разработчиков о реалистичности тактических боёв. Они проходят на той же самой местности, по которой мы путешествуем, а не на отдельных боевых картах. Сражения мне понравились. Я бы даже сказал, что они вывозят игру на себе. Тактической глубины частенько не хватает, но её тут даже больше, чем в «Легенде о рыцаре». Давайте вспомним, как в игре от Катаури выглядит тактика боя за мага, скажем. Призываем духа, который ставит стеночку, далее мы усиливаем стрелков и замедляем противников ближнего боя, а потом спокойно расстреливаем врагов дальнобойными отрядами и магией. В «Кингс Баунти 2» примерно то же самое, только стеночку не поставить. Но зато вместо неё можно засумонить, например, мишек или химер, которые прекрасно отвлекают врагов на себя, а из-за довольно больших полей боя со множеством укрытий и возвышенностей отряды приходится постоянно перемещать, чтобы не попасть под атаку врага. Отдельно порадовали квесты с боевыми испытаниями, где игроку дают определённую армию и набор взглянаний, с которыми он должен победить врагов. Чем-то это похоже на шахматные задачки. Сюжетно такие битвы обыгрываются как взгляд в прошлое на знаковые исторические события. Но вот чего не хватает, так это какой-то эпичной фишки, как шкатулка ярости. В общем, боёвка удалась, чего, к сожалению, нельзя в полной мере сказать об остальном. Я уже упоминал, что прокачка навыков в игре тесно связана с решениями, принимаемыми в квестах, а также с армиями, которые герой сможет нормально использовать. Итак, у героя есть четыре ветки – порядок, анархия, сила и искусность. Полезны в той или иной мере они все, но прокачать, по моим прикидкам, можно либо две ветки полностью, либо, что куда как полезнее для игры одну выбранную ветку полностью, еще одну частично, а на сдачу взять навыки в оставшихся ветках. Я качал мага, и маг получился. Но кое-какие полезности я взял в ветках силы и анархии, ну и частично вложился в ветку порядка. Очки на прокачку дают за уровни, их можно сбрасывать сначала бесплатно, а потом за золото. Ну и всё. Больше про систему сказать нечего. Она есть, она работает, но чего-то уникального из себя не представляет. Фишка с привязкой веток к мировоззрению толком ни на что не влияет, кроме армии. Существа также делятся на четыре группы по названию веток талантов, и если эти группы сильно смешивать, то в армии будет падать мораль. Да и это можно компенсировать, взяв несколько навыков ветки порядка. Предпочтительнее вести в бой однотипные армии, чтобы мораль была высокой, и за это получать бонусы. Ну а про связь прокачки с выполнением квестов я уже сказал ранее. В Легенде о рыцаре прокачка также была, также она что-то влияла, имела свои фишечки, но тоже не вызывала каких-то особых и уникальных эмоций. Хотя справедливо будет сказать, что идея с поиском рун на карте для прокачки мотивирует эту самую карту изучать. Так что тут Катаури небольшой плюсик. А вот за что в Легенде о рыцаре плюсик можно поставить большой, так это за инвентарь. И не потому, что он какой-то офигенный, нет. Потому что в Кингс Баунси 2 он ужасен. Громоздкий, неудобный и вечно захламленный всяким мусором. Исследуя мир, мы постоянно находим просто какое-то несоизмеримое количество хлама на продажу. И ведь кто-то не поленился сделать всему этому иконки, названия. Ладно, хоть после патчей кнопка есть для продажи всего мусора, но зачем во имя неба и земли надо было делать столько ничего не значащих и никак не раскрывающих мир предметов? Какая-то бесполезная трата сил впустую. В игре вообще полезных приметов очень мало. Это экипировка для героя да магические свитки. Все остальное халам, который только мешает. Давали бы сразу золото, зачем этот кастырь с продажей, я не понимаю. А еще чего я не понимаю, это как делали интерфейс для игры. Такое чувство, будто его специально сделали максимально неудобным и наполненным лишними элементами. Вот скажите, на кой ля-то вот эти неубираемые, вечно висящие на экране подсказки про клавиши? Лучше бы вместо них миникарту куда-то повесили. Она реально в игре не помешала бы. Уже очень мобильной разработкой дает, видимо, интерфейсом занимались люди, работавшие раньше как раз над мобилками. И нет, это не издержки ориентации под консоли и геймпад. На геймпаде все тоже так же криво, хоть и немного получше. С легендой о рыцаре я тут даже сравнивать не буду, а вот где буду, так это в визуальном исполнении. Игра от Катаури – это сказка. И выглядит она как сказка. Ярко, волшебно и по-доброму. Kings Bounty 2 делали на серьезных фантазийных щах, и выглядит она соответственно. Совсем не сказочно, но все же фантазийно и, ну да, красиво. Локации проработаны на отлично, а некоторыми пейзажами прям вот можно любоваться. Но не обощайте, это же Kings Bounty 2. Тут не может не обойтись без косяков. В данном случае косяк один. Это вид от третьего лица. Вот взгляните еще раз на легенду о рыцаре. Когда мы смотрим на местные красоты сверху, как на карту, мир воспринимается условно, как, например, в Героях Меча и Магии. Мы смотрим не столько на локацию, сколько на детально проработанную игровую карту, по которой двигается наш герой и взаимодействует с объектами на ней. А вот в Kings Bounty 2 мы смотрим на мир из-за спины героя, что автоматически меняет восприятие. Мы уже не можем воспринимать мир условно. И из-за этого волей-неволей натыкаемся на примитивную анимацию персонажей, на невидимые стены, на кривоту отображения экипировки на главном герое, на кучу бросающихся в глаза недочетов, которые просто потерялись бы, смотрим и на мир сверху. У меня даже есть на этот счет теория. Я полагаю, что изначально Kings Bounty 2 должна была быть с видом сверху. Но потом какое-то эффективное управление создал команду сделать вид от третьего лица, потому что, ну, наверное, по его мнению, будет круто и типа Ведьмак. Разработчики сделали, попутно адаптировав то, что уже было сделано для вида сверху под новую камеру. Ну и получилось то, что получилось. Красивые локации с кучей бросающихся в глаза недоделок. Еще больше все усугубляет то, как игрок перемещается по миру. Обычно пешком. Лошадь использовать неудобно, ведь герой спешивается всякий раз, когда нужно с чем-то или кем-то повзаимодействовать. До выхода патчей на своих двоих путешествовать по миру было очень нудно и медленно. С обновлениями ситуация несколько исправилась. Скорость перемещения пешком и на лошади была увеличена, в городах теперь можно нормально ездить верхом, в седло герой забирается быстро, и вроде бы даже слазить с лошади не всегда надо. Но это все равно не решает проблему. В игре слишком много лишней беготни. Создается ощущение, что таким образом разработчики хотели растянуть игровой процесс. Любоваться красивыми локациями по пути, конечно, можно, но только первые пару раз. А потом мир приедается визуально, ведь разнообразий в нем не так уж и много, и исследовать там почти нечего, разве что записочки искать. Это вам, блин, не скорим. А вот в Легенде о рыцаре мир исследовать интересно, и очень даже полезно. Карта с видом сверху, со множеством объектов для взаимодействия, сундучками, сокровищами и лутом, которые охраняют монстры, которых очень часто можно хитро обойти. При создании игры Катаури помнили о корнях, ведь вообще-то самая первая Kingsbound, вышедшая в 1990 году, была прародителем серии Heroes of Might and Magic. И мир в Легенде о рыцаре, как я уже упоминал, очень схож по своей структуре с героями. Я даже больше скажу. При помощи редактора карт в, скажем, четвертых героях, прямо сейчас можно сделать приключения в похожем стиле. Разработчики из 1С Game Studio решили сделать из Kingsbound 2, скажем так, что-то свое, отринув былое. Зачем они так сделали? Ну, мне хочется верить, что во имя творчества и новых идей, а не ради моды и чтобы сделать своего ведьмака. Да, игру правили патчами, я даже участвовал в тестировании одного из патчей, где были добавлены уровни сложности и исправлено множество недочетов. Приятно видеть, что разработчики, несмотря на в целом прохладную встречу игроками на релизе, не бросили править игру и доводить дума о своей задумке. Kingsbound 2 по итогу очень спорный проект. Рекомендовать для ознакомления игру я точно не буду, лучше посоветую поиграть в Легенду о рыцаре. Но с другой стороны, я совру, если скажу, что не получил фана от прохождения Kingsbound 2. И знаете что? Такой фан я получал от некоторых отечественных проектов времен нулевых. Помните вот эти вот магия войны, Златогорье, Князь? Кривые, косые, багнутые, но местами такие фановые. Kingsbound 2 будто бы пришла из всех далеких времен. И выйдя она в году в 2008, то я уверен, мы бы сейчас вспоминали ее с ностальгией. Это очень старомодная игра, и, увы, далеко не всегда в хорошем смысле этого слова. Играть или нет, решайте сами. Но прежде чем это решение принять, взгляните сначала на игры от Катаурии, ведь они уже стали настоящей классикой, которая не так, чтобы и устарела. На этом все. С вами был Мрак, специально для проекта Легендарий. С вами был Мрак, специально для проекта Легендарий. Легендарий.